Августовское районное совещание педагогических работников – это мероприятие с согретой любовью к профессии и солнечной погодой. Один раз в год, в канун Дня Знаний, представители всех учреждений образования района собираются, чтобы подвести итоги минувшего года и определить задачи и направления развития на предстоящие месяцы. Стало доброй традицией в канун нового учебного года подводить итоги и ставить задачи на новый учебный год. В настоящее время все учреждения образования готовы к началу учебного года. Мы рады видеть наших детей. Мы соскучились по работе. 16 900 детей всего учреждений общего среднего, которые будут обучаться, более 5000 в учреждениях дошкольного образования и впервые переступит порог школ. Это 1698 первоклассников. Поэтому удачи всем, успехов и дерзать. Перед официальной частью наглядная презентация достижений мозорских педагогов. Они не просто поддерживают стабильно высокий уровень образования в детских садах и школах, они постоянно развиваются, находятся в поиске новых форм и методов работы, являются авторами учебных пособий, которыми пользуются по всей стране. У меня вышло более 70 пособий для учащихся, для заинтересованных родителей, а также помощь нашим педагогам. Я думаю, что эти пособия, начиная от дошкольников, заканчивая рисованием, трудом и человеками мира, очень хорошо помогут нашим педагогам в организации учебного процесса. Последняя новинка – это читалочка-выручалочка издательства «Сервит», которая, обратите внимание, с элементами скорочтения, она уже завоевала высокий интерес у педагогов не только Мозырского района, но вообще Республики Беларусь. Основа основ каждой системы образования – патриотическое воспитание подрастающего поколения. Самых активных, задорных и энергичных ребят в школах объединяют пионерские дружины. Слеты и линейки, соревнования тимуровцев и конкурсы агитбригад. Через пионерию молодежь учат доброте, дружбе и пониманию. Белорусско-республиканская пионерская организация объединяет творческих детей. Это дети, которые хотят получить новые знания, хотят показать свои таланты, хотят в чем-то развиваться. Это же и современные виды, да, это и блогинг, это и спорт. На самом деле возможностей много, было бы желание. Дети приходят в организацию во втором классе с 7 лет, становятся октябрятами и начинается их увлекательная жизнь. Мне, как вожатому пионерской дружине имени Сергея Осиповича Бритыцкого, которое уже третий год становится лучше в Мозырском районе, очень приятно, что в нашей школе процент вступаемости 100%. Это веселые праздники, веселые события, это обязательно спортивные игры, участие в республиканских проектах, в областных. Активисты школьной жизни действительно хороший пример для ровесников и для младших друзей. Гордость своих школ, своего района и страны. Современный пионер, он лидер, он ведет за собой друзей, ребят и всегда готов прийти на помощь. Молодой патриот своей страны, это в первую очередь тот, кто делает это от души, делает это с пониманием, и он уверен в своих силах и готов показывать пример будущему поколению. Высокий уровень системы образования Мозырщины подчеркивают и результаты выпускников. Яркий пример этого года – учитель белорусского языка и литературы городской гимназии Анна Чайка, которая подготовила сразу трех выпускников-стабальников. Стараюсь до каждого подходить с добрым сердцем, допомогать и этим самым выховываю уповненность у себя, у своих учеников. Ну а затем уже назапашиваю ведоми их. Ну и, увы, никого вот такие пригожие сотенки отримливаются. В целом на районном совещании звучало большое количество слов признательности и благодарности. Педагогам вручили заслуженные награды за высокий профессионализм и большой личный вклад в повышение эффективности и качества образовательного процесса. За оказанную спонсорскую помощь в подготовке к новому учебному году благодарили родители, предприятия, партнеров и меценатов. Позитивный творческий заряд перед стартом очередного учебного марафона собравшиеся получили от талантливых детей, которые пели и танцевали во время концертной программы. Екатерина Юрченко, Вячеслав Приписнов, Телеканал Мозырь.